1 дождь, 2 дождь, 3 дождь, никуда не годится Город Энкхезин Энкхезин Город Энкхезин Где он там, этот Эйкхузин? Эйкхузин Всем привет, с вами Купидитус Не обращайте внимания, что я такой уставший Просто последнюю неделю мы готовили лодку к отходу Поснимать не удалось, потому что работы было очень много Мы хотели сделать все максимально быстро Чтобы покинуть просторы деревни Макум Город прекрасный, город красивый, тихий, ухоженный Тоже там не удалось поснимать из-за кучи дел Но все же хочется сменить обстановку Попасть туда, где есть хотя бы нормальные хостовары, яхтенные магазины И так далее, и так далее Потому что дел по лодке еще уйма Сейчас мы уже практически готовы к отходу Лодку еще нужно будет, конечно, приводить в порядок Помыть как следует Сейчас мы ее только сполоснули Вчера удалось поставить парус Просто каждый день сифонил ветер Еще сифонил в корму как следует Поэтому немножко кривенько А сегодня прогноз обещает быть такой околоштилевой С легкими слабыми ветрами Поэтому первый выход пробный, прикаточный, настроечный Мы хотим сделать в легкую погоду И перейти в интересный городок Вот, поставили солнечные панели Это к вопросу, что многие говорят, что можно ставить на бимени То обратите внимание, как это может выглядеть Смотрите, здесь я решил сделать такой как бы карабинчик с зажимом Чтобы натянул, да, как бы зажал И оно все было в натяжку Бимени немножко морщится Но мы еще будем думать на самом деле, как сделать Может быть, что-то переделаем Сделали по лодке очень много Сейчас выйдем, будем рассказывать, да, по очереди Вот, например, практически один день у нас отняло замена Ну, не замена, а переставление, переклеивание пяти леерных стоек Потому что все они безбожно текли А здесь у нас электроника, электрошкаф То есть, ну, такое надо было сразу же устранять Немножко не по плану Сбило нас Ну, ничего Идем в офис Подводим итоги И погнали Хотелось бы сказать в море, но пока только в озеро, ребят Сейчас все покажем и расскажем Кстати говоря, вот пока иду в офис Обратил внимание, что здесь стоит лодка Жано С твин килем И помимо твин киля у нее есть еще шверт Такого я еще, если честно, не видел Вот на самом деле, если выбирать лодку И был бы такой выбор побогаче То твин кил, если честно, я бы вот с удовольствием предпочел Потому что твин кил, здесь еще шверт Винт на валу, что очень удобно, круто Потому что со здравием мы сейчас поработали Тут ух, ух Вот, ребят, смотрите, какая красота Правда, на 32-ю лодку уже под рульку ставят Зато можно осушиться, почиститься, проинспектироваться И ничего и не будет Классно Вообще здесь очень много лодок интересных Но мы находимся в Голландии Здесь вообще много лодок Поэтому не переживайте Еще поснимаем что-нибудь Итак, ребят, готовимся отдать Самый, наверное, короткий швартов За всю нашу историю хождения На лодках Вот так Это делается Двумя руками, конечно, поудобнее чуть Но тогда не снять Все, готовимся к отходу И отходим Вот мы вышли Поснимать, конечно, не удалось Руки всего четыре И все нужны Ну, я думаю, мы еще наснимаемся По поводу швартовок С палами, без палов Кормой, носом, боком, раком Не переживайте Не переживайте Потому что лодка незнакомая Мы сейчас выйдем на чистую воду Все покрутимся Повертимся на ней Посмотрим, что там с забросом В какую сторону Какой силы он В общем, все будем сейчас экспериментировать Вот здесь, видите, строят вам алюминиевые лодки Если кому надо, срочно Вот едьте в Маку Заказывайте Ну, на самом деле, я не знаю Не могу рекомендовать Мы там даже не были, если честно Сейчас хоть вместе с вами посмотрим Что такое Макум С воды Потому что мы, честно говоря Не разгибались все это время Сами ничего не видели Пошел дождь Сейчас мы тут наводим порядок В общем, Макум льет Свои скупые слезы По нашему уходу Ничего Может, еще вернемся Да? Как знать Вот это пейзаж Макума То есть, видите От Марины до города Ну, в целом Минут 10 надо Прогуливаться Поэтому мы сильно туда не чистили К сожалению Ничего не поснимали Но будут другие симпатичные города Здесь в Макуме Марина На Марине И Мариной погоняет Огромное Вот это вот По сравнению с тем Что мы стояли Ну, тоже По земле до нее Блин, пока дойдешь А если не Марина То Кемпинг Из автодомов И трейлеров Вот так вот Вот смотрите Как прикольно Когда В цивилизованных странах Ходишь На Вионикс Пишет ограничение Скорости 10 Все Больше десятки Не ходить Поняли? Вот смотрите Не успели выйти Уже сразу Какие-то события Работает Видимо Это Земснаряд Чистят фарватер Или Что-то такое Не знаю Как-то очень Необычно Выглядит Если честно Обычно Я привык Землячерпалку Какую-то видеть А тут вот так Чик-чик-чик-чик Чирик Так Вспоминаем Заодно Как это Ходить по фарватерам Вот Поворотный буй И сейчас Будем поворачивать Раз поворотный Правильно? Видишь буй? Огибай Но это не наш девиз Ну, а пока Мы идем С вами Хотелось бы Упомянуть Вот такой вот Журнальчик Он, видите Бесплатный Экземпляр Подарочный То есть Раздается Во всяких Там В маринах В яхтенных Магазинах Такой он Полурекламный Но Что в нем Интересно И почему Его стоит Обязательно Взять То есть Он покрывает Вот эту часть Акватории Я думаю Что южнее Амстердама Есть какой-то Другой журнал Подобного характера Который Можно взять И вот Здесь Обозначены Вот всякие Маринки Гавани И так далее И так далее То есть Есть вот Перечень Можно быстро Найти город Который нам нужен И вот сейчас Мы с вами Направляемся То есть Где мы находимся Мы идем Из Макума Вот по этому Озеру Эйсельмир 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 В город Тут сложно Так считать Если честно Энгхузен Ну Привыкнем К этому языку Непростому Вот Эйгхузен Можно найти Соответственно Где он там Эйгхузен Эйгхузен 39 страничка Чик-чик Вот Закладочка тут была И смотрим Какая информация То есть Фотография города есть Обозначена Вот эта Например Маринка И здесь Что в нее входит Да То есть Три метра осадка Максимальная лодка 20 метров Максимальная ширина 6 метров То есть Даже можно Маленький катамаран Загнать Такой как Луче 40 Ну Электричество Туалеты Души Умывальник Стиралка Ну и так далее И Самое интересное Здесь указана Цена За эту марину Евро 75 За метр Очень Очень удобно Листаем дальше В этом городе Можно встать Прямо в городе Но мы там Посмотрели Видите Они стоят Как бы лагом Борт к борту Такой как бы Не очень комфортный Но подешевле Да Евро 45 За метр И вот такая вот Информация Краткая Да По По Маринам И реклама Каких-то Яхтенных Или морских Или около того Штучек Я так понимаю Что это вот Значит Вот в этом городе Есть вот какие-то Такие организации То есть на самом деле Ну хоть и реклама Но тоже полезно Вот нужен тебе магазин Яхтенный Ты бац Такой Смотришь Вот рекламирует Что-нибудь там Ну все И идешь туда Не Очень удобный журнал Вот еще раз Смотрите Де Хавенгитс Поэтому Будет возможность Будете в этих морях Берите Не пожалеете Тем временем Вон тут Какие корабли Двухмачтовые Ходят Огромные С попутным ветерком Потихоньку ползут Вот так Красиво Вот Такое вот Озеро Глубины здесь 10-12 метров Вправо-влево Шаг Уже метра два Честно говоря Пока Не привыкли к лодке Стрёмно лавироваться Экипаж Два человека А нам поддувает Строго в морду Но опять же Тоже поддувают 12 Это с учетом того Что 5 мы идем То есть по большому счету Ветер-то и не сильный В общем не знаю Сейчас пообедаем И примем решение Какое-нибудь Конечно Вот этот вот Свинцовый цвет Питер напоминает Очень сильно Погодка конечно Здесь это наверное Единственный минус Потому что Как-то вообще-то красиво Но вам посмотрите Раз дождь Два дождь Три дождь Никуда не годится Но тем временем К нам приближается Дождик Хорошо хоть вроде Кратковременный С виду Хотя сколько он туда Мы не знаем Вот он Знатный Обед Накрывается У нас Оп Вот такая вот Штука Рис с тушенкой Поняли? Ну все Бегом есть Пока не остыло За секунду остываю Сейчас плюс 7 градусов На воде вообще За секунду Ух Вот и дождик Принес порывчики Пообедали называется Вдохнули Да Однако Видимость конечно Невидимость А трафик то большой В общем надо смотреть Повнимательней Ух Раздуло что-то Резко То нет не было ничего То на тебя Ну это видимо из-под тучки В общем стекселек Подняли Идем 6,5 Ну так Нормально вроде Ну наконец-то Чайки начали садиться В воду Уже какие-то Проблески Намеки На солнышко Ну точнее На меньшую Облачность Будем так говорить Ох Дождик скоро Закончится Надеюсь Начнем подсыхать Потому что швартоваться В дождь Вообще не охота Ну там вроде Не намечается Больше Нам еще полтора Два часа Может три Посмотрим Уже подходим К городу С матным названием Энгхузен Позвонили в Марину Подтвердили нам Что да Места есть И что сказали Говорит Плохо вас слышу Вы позвоните мне Когда будете подходить Ближе к Марине Я вам место дам А куда позвонить А я ему спросила На телефон или на вечер Он мне сказал Что лучше по телефону Итак Заходим в фарватер Первая Марина Мы ее проходим И идем во вторую И конечно же Заветрило немного Итак Дошли мы до Энгхузен Потихоньку Не спеша С небольшими порывчиками Там 30-35 прилетало Ну там Румбоанимометр 50 Показывал Но мне кажется Врет Не было 50 А может и 30 Не было Но тучка такая Принесла на хвосте Нормально было В общем Без инцидентов Все спокойно пришли Но могу отметить Что швартовка на палах Да Ну такое С непривычки Дело стрёмное Потому что Вот если Можете заметить То вот когда лодка идет По миделю Получается Проходишь вообще Такую В притирочку То есть кранцы Там уже По нему стучат Спокойно И конечно С непривычки Дело такое Боязное Скажем так Ничего Будем привыкать Все Сейчас Дождь пошел Пойдем И мы Гулять Хотя Надо сначала Зайти в Марину В офис Где-то там Наверное И что-то там Оформить Наверное Записать Заплатить Пометить Не знаю Марина здесь Состоит из двух частей Одна При входе У волнолома И вторая Во внутренней части Уже ближе Ближе к городу К железной дороге И вокзалу Ну такая Уютная Приятная Ухоженная И вот здесь Здание Офиса Также соответственно Вот души Туалеты Туалетно Душно Все как положим Бесплатно Так Сейчас Посмотрим Главное чтобы никого не было Сейчас Галяков Наснимаем Души Здесь Смотрите Какие Огромные Приятный запах Все чистенько Ну слушайте Вообще Отлично Считаю Отлично С размахом А здесь Все включено В стоимость То есть Вот как Так моешься Доплачивать Не надо В Макуме Например Это стоило Там 50 центов То ли 3 То ли 5 минут Что-то такое Ну нормально Прилично Берите на заметочку Также вот такое слово Вассерейт Это видимо Обозначается Прачечное Прачечное Тоже есть Что-то стоит 3 евро И все Больше я ничего Не понимаю Пока мы еще Не освоились С нидерландским Языком Или голландским Кстати Как правильный язык Нидерланды Голландский Или нидерландский Кто знает Ну а еще Вот не доходя Этой марины Если бы мы свернули Чуть-чуть пораньше Можно было бы встать Вот так вот Посреди города Но здесь Вы как понимаете Есть и плюсы И минусы Из плюсов То что Ну здесь так Достаточно просто Стать лагом И все Все как обычно Вот И подешевле Даже чуть-чуть На самом деле Но Как-то видите Оно не закрыто Не прикрыто В общем Ну как-то Непонятно Что ли Ну можно Попробовать Как-нибудь будет Пройдя еще Немного вдаль Есть еще Одна протока Тут тоже Лодки Швартуются Видите как Мы смотрели На картинках Что здесь Стоят Борт к борту В три этапа Поэтому Сюда даже Не совались Ну просто Некомфортно Когда через тебя Кто-то ходит Ты через кого-то Ходишь Правильно Когда можно встать Аккуратненько И стоять Вот так вот Смотрите Можно прямо Здесь встать Хотя здесь Шумненько Город Энгхёйзи Расположен На севере страны В провинции Северная Голландия Регион Западная Фрисландия Население города Составляет 17700 человек Статус города Энгхёйзен Получил В 1355 году Город обязан Своим процветанием Остиндийской Компании Он был одним Из шести Ее главных баз В середине 17 века Город стал Одним из Наиболее богатых И значимых Портовых городов Нидерландах Тогда город Насчитывал Более 40 тысяч Жителей И отсылал Ежегодно 400 судов На ловлю Сельди Однако Из-за Заиливания Гавани Город Стал терять Своё влияние И уступил Пальму Первенства Амстердаму Исторический центр Города С его многочисленными Особняками Каналами Церквями Городскими стенами Не оставит Никого равнодушного К главным городским Достопримечательностям Относится Ратуша 17 века Мощная Сдвоенная Башня Дромедарис Построена В 1540 году У входа Старый порт Как составная Часть Укрепления Города Звонится 16 века Над городскими Воротами Считается Самой красивой В Голландии А также Парк Снукван Лозен Парк Красивый Парк Построенный В конце 19 века Как проект Социального Жилья Отдельное Внимание Заслуживает Музей Под открытым Небом Зюндерзи Он сделан В виде Реконструированного Рыбацкого Поселка С лодками Мельницами Коптильнями Рыбы И мастерскими На большинстве Зданий Висят Таблички Вкратце Передающие Историю Их жителей В некоторых Располагаются Маленькие Музейные Экспозиции Город Инхёйзен Нам очень Понравился Он подкупает Своей Тишиной Чистотой Уютностью И открыточными Видами Особенно Захватывает Дух То Сколько Зелени В городе И наличие Парков При этом Удивляет Вопрос Зачем Здесь еще Парки И так Все утопает Зелень Также Подкупает То Что здесь Посреди Города Очень много Живности Особенно Птичек Это и утки И гуси И дрозды И очень распространены Такие птички Как нырки Они то и дело То всплывут То нырнут За новой порцией рыбы И конечно Бесчисленное Множество каналов Которое Засеяно Лодками Яхтами Катерами Всех Мостей И видов Новыми И старыми Это конечно Очень красиво Людей в городе Конечно же Не много Но все что нам встречались Они очень приветливые И дружелюбные Каждый Обязательно с тобой Поздоровается Улыбнется Помашет рукой Это Приятно Поэтому Если будете В этих краях Или посетите Амстердам То обязательно Зайдите В Энгхёйзен Он Интересный Наш денек Подходит К концу И завершается Прекрасным Ужином С красной рыбкой Квасом И салатом И вам Приятного аппетита Субтитры создавал DimaTorzok